Суд передан отдел группы лиц, которых обвиняют в мошенничестве, ущерба оценивают в 12 миллионов рублей. Через год в Барнауле появится еще одна новая школа, а через несколько лет еще восемь, где строят новые образовательные учреждения. Лифт-ресепшн-колл-центр. Каким может стать Барнаульская поликлиника номер два после масштабной реставрации? Двенадцать миллионов рублей. В такую сумму оценивают ущерб, нанесенный в сфере страхования. В Алтайском крае будут судить 18 членов организованной группы, обвиняемые в мошенничестве. По данным следствия, в период с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей действовала организованная преступная группа. Ее члены под руководством жителя города Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медицинских учреждений похищали денежные средства страховых организаций путем предоставления фиктивных медицинских документов, свидетельствующих о якобы наступлении у 16 участников преступной группы страховых случаев, бытовых черепно-мозговых травм, которые они фактически не получали. Соучастники заключали договоры со страховщиками и поступали на госпитализацию с фиктивными диагнозами, попадающими под страховые случаи. После выписки они обращались в соответствующие организации и получали выплаты. Таким образом, злоумышленники похитили средства 13 страховых компаний на сумму больше 12 миллионов рублей. В ходе расследования правоохранители провели большую работу, опросили больше 200 свидетелей, а следственные действия проводились на территории Алтайского, а также Красноярского и Хабаровского краев, Новосибирской, Калининградской, Волгоградской, Ивановской, Самарской, Кемеровской областях и в Москве. Уголовное дело направлено в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей. В Алтайском крае будут судить пятерых мужчин за хищение горюче-смазочных материалов ущербом на сумму более миллиона рублей. Видеокамеры, расположенные у станции Кулунта, неоднократно фиксировали, как сотрудники железнодорожного предприятия отгружают с автомобилей большие тары с непонятным содержимым. Следователи установили, что в разный период времени работники возрастом от 27 до 41 года похитили 23 тонны дизельного топлива. Злоумышленники действовали по следующей схеме. Одни участники не доливали в баке локомотивов дизельное топливо, а сливали его в специально подготовленной емкости, а другие участники вывозили тары с территории предприятия. Общая сумма хищения составила больше миллиона рублей. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет каждому. Промышленникам не хватает кадров, а молодежи, которая идет в промсектор, слишком мало. Поэтому сегодня предприятия стараются заинтересовывать студентов еще на этапе обучения и создают для них все условия современной подготовки. Так в политехническом вузе открыли целую лабораторию газовой сварки и резки. К чему должны привести такие вложения, расскажем в следующем сюжете. Мастер-класс по сварочным работам от мэтров своего дела провели в Алтайском техническом университете. И не на старом оборудовании, а в новенькой модернизированной лаборатории газовой сварки и резки с тремя сварочными постами. Теперь это полностью современная лаборатория, которая дает возможность применять как прогрессивные способы сварки, так и способы газовой и плазменной резки. Это оборудование промышленное, которое в настоящий момент оснащено современным выпрямителем инвертного типа, подающим механизмом с возможностью регулирования настроек. Такое же однотипное оборудование стоит и на промышленных предприятиях. Лабораторию будут активно использовать для практических занятий не только студентов высшего учебного звена, но и среднего, подготовки кадров и даже для научных исследований. Сама вот такая вот практика, что на первом курсе показывать студентам работу с таким оборудованием, это очень-очень хорошее занятие, потому что ты сразу понимаешь, чем ты будешь заниматься, кем ты станешь и не будет такого глупого вопроса на упражении всей учебы, кто я и чем буду заниматься. Судя по поводу работы, я уже работал на заводе и я могу сказать, что оборудование новое и учиться будет очень интересно. Кстати, лаборатория существует с 1962 года и только спустя более полувека претерпела изменения. По последнему слову техники ее оснастило Алтайское промышленное предприятие. С самого основания Алтайский государственный технический институт, ну когда-то политехнический институт, он работает по принципу вот такого практико-ориентированной подготовки, потому что все наши учебные программы, они тесным образом связаны с производством, с реальным производством. Все учебные планы мы утверждаем у нашего попечительского совета. Это дает нам возможность такую нашим студентам получить подготовку, что приходя на предприятие, они полностью, практически сразу могут приступить к работе. Что касается дальнейшего развития, да, у нас на производстве уже много операций переходит на роботизированную сварку, но как раз здесь это вот следующая, наверное, ступень развития нашего сотрудничества, развития для студентов, которые к нам будут приходить. То есть в первую очередь все равно надо освоить вот то, чему учат здесь, а дальше уже учиться настраивать роботов и двигаться на следующий уровень. В новой лаборатории уже начались занятия. Кстати, к подобной практике и активному участию в подготовке будущих специалистов подключаются и другие алтайские предприятия. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. За пять лет в Барнауле ввели в эксплуатацию четыре школы, рассчитанных в общем количестве на 2200 мест. Все они появились в индустриальном районе, самом быстро развивающемся в краевой столице. А почти через год там появится еще одно новое общеобразовательное учреждение в квартале 2011. Об этом расскажут мои коллеги. В индустриальном районе растет уже второй этаж новой школы, рассчитанной на 550 мест в квартале 2011. Ее начали возводить в декабре 2022-го в рамках нацпроекта образования. Общий бюджет объекта составил 908 миллионов. Это средства из федеральной, краевой и городской казны. Мы посмотрели и видим строительство внеплощадочной теплосети, внутреплощадочных сетей ливневой канализации. Идем в графики, понимаем, насколько этот объект важен для жителей и этого, и близлежащих микрорайонов. Индустриальный район – самый быстро развивающийся в Барнауле. Вместе с жилой инфраструктурой активно возводят социальную. Эту школу должны сдать в декабре 2024-го. В селе Власихо уже завершают возведение пристройки к школе номер 98 на 400 мест. А в целом за последние пять лет в районе ввели в эксплуатацию четыре образовательных учреждения общей вместимостью 2200 детей. Так, этот учебный год в новой школе начали ученики поселка Спутник на 550 мест. На контроле властей объекты не только для детей школьного, но и дошкольного возраста. У нас в данных микрорайонах на сегодняшний день фактически полностью за пять лет обеспечены дети детскими местами. Это построено 10, уже сейчас вот сданный последний 11-й детский сад, в который обеспечили фактически 9920 детей ходят сегодня. Стремительные темпы ввода социальных объектов в индустриальном районе оценила и Светлана Чаузова. И это не все. На сегодняшний день подготовлены проекты и получено заключение госэкспертизы по восьми школам индустриального района. Они появятся в кварталах 2032 и 2033, 2011 дробь 1 и дробь 2, 2009 и 2009а, 2010 и 2012. Новые образовательные учреждения рассчитаны на 5725 мест. Анастасия Дороган, День с толком. В Барнауле продолжается благоустройство дворовых территорий. Прямо сейчас работы ведутся во дворе дома по улице Сухой Баттера. Отметим, в этом году в краевой столице в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ремонтируют больше 60 придомовых территорий на общую сумму 323 миллиона рублей. С подробностями Валентина Аскерова. Установка детских дворовых аттракционов. Финальный аккорд благоустройства двора на Сухой Баттера 29. Основные работы уже завершены. Подрядная организация обустроила тротуар, расширила дорогу, установила парковочные места, а также обновила скамейки и урны. В 2023 году 63 двора у нас благоустраиваются. Сейчас уже последние дворы завершаются, поэтому в ближайшее время полностью все работы будут завершены. Осталось считанные дворы заасфальтировать, меньше 10 дворов установить детское спортивное оборудование. Программа «Комфортная городская среда» реализуется в Барнауле седьмой год. За это время удалось отремонтировать почти 530 дворов. Причем в последние несколько лет горожане стремятся именно к комплексному благоустройству территорий. В этом году даже такой рекорд, никогда такого количества не заказывали жители по комплексному благоустройству. То есть из 63 дворов на 57 детское спортивное оборудование. Совсем скоро начнется приемка домов. Комиссия в составе депутатского корпуса Барнаульской городской думы представителей Народного фронта и жителей выйдут на объект и оценят работу подрядных организаций. А между тем программа по благоустройству дворов продолжится и в дальнейшем. Общественная комиссия уже рассматривает заявки на следующий 2024 год. Валентина Аскерова, День с толком. Лифт, новый ресепшн и гораздо большая площадь. Проект реставрации Барнаульской поликлиники номер 2 уже подготовлен и проходит государственную экспертизу. После реставрации, о которой заговорили после жалобы барнаульцев на состояние поликлиники журналистки Ксении Собчак, старинное здание станет больше, появится дополнительный корпус. Благодаря этому медучреждение сможет принимать больше пациентов, отмечает архитектор Александр Деринг. Зданию, к слову, вернут и первоначальный облик, восстановят свет, заменят сгнившие деревянные перекрытия. После перепланировки в поликлинике заработает пункт охраны, ресепшн, гардероб, появится комфортная зона ожидания, лифт, в частности для маломобильных пациентов и колл-центр. До конца года, надеются архитекторы, проект окончательно пройдет экспертизу и заказчик получит разрешение на реставрацию и проведение капитальных работ. Развивать цветовой код Барнаула, гуманно вписывать новые архитектурные решения в городскую застройку и комплексно строить дома – таковы пожелания архитектурного сообщества краевой столицы. Сегодня, во Всемирный день архитектора, известный мастер Александр Деринг поделился своими мыслями о том, каким он хотел бы видеть Барнаул будущего. Барнаул – цветной вообще город, безусловно. У нас такие очень есть красивые яркие акценты, у нас есть и очень красивый зеленый бирюзовый, это Ленинский проспект, да, мы его видим. У нас есть такая красная терракотовая гамма в исторической части города, где кинотеатр Алтай, да, Дом правосудия и прочий, вот этот комплекс, кинотеатр Родина. То есть у нас очень интересно есть. У нас даже есть некая, я даже обратил внимание, такая концепция, она уже сложилась цветовая. Я думаю, что надо вот этот опыт как-то транслировать на, возможно, новые микрорайоны, на новую застройку. Жилье – это продукт, который люди покупают, да, за деньги. Вот, и прошли те времена, когда люди просто, лишь бы квадратный метр купить и все. Люди смотрят очень внимательно на это, да, и поэтому они выбирают, сейчас есть возможность выбора. А у нас появляется, да, кстати, вот я не отметил еще, локомотив, жилой комплекс. Вот, достаточно гармоничный он вписывается в, вписывается, сейчас это видно, в застройку. Он очень гуманный, очень правильный по своей, по своей композиции, по пространственному решению. И там, я насколько знаю, уже практически все квартиры закуплены. Да, идет процесс переосмысления, и застройщики сейчас прекрасно это понимают, поэтому просто, вот, купить, да, какой-то участок земли, по максимуму туда застроить этого жилья, сейчас вопрос, наверное, так уже даже не стоит. И сейчас на актуальном, естественно, является вопрос комплексности застройки. То есть, не просто жилье это построить, а куда потом ходить детям в школу, да, и в какую школу, и детские сады, и ясли. То есть, социальная инфраструктура должна развиваться параллельно с жилым строительством. Это один, единственный, единый комплекс. Вот сейчас это, во-первых, есть это осознание, потом есть требования и власти к этому, к застройщикам. То есть, сейчас это рассматривается именно в комплексе. Сначала вы должны представить проект застройки квартала или микрорайона, где это все и должно быть, и как это вписывается, как разместится не только ваш дом, но и все остальное. То есть, это часто рассматривается в комплексе, просто так это не пройдет. Из-за сильного тумана этим утром в Барновском аэропорту задержались все. Вовремя они вылетели 4 рейса в Москву, рейс в Екатеринбург и Казань. Их задержка составила несколько часов. Аборт, который выполнял маршрут Шереметьево-Барнаул, сел в Новосибирске. Сложно было не только в воздухе, но и на земле. Водителям автомобилей тоже приходилось быть внимательными. Видимость исчезала через метров 150. Уже несколько дней улицы краевой столицы по утрам и даже позже погружаются в дымку. Этой осенью туман стал привычным явлением. Появляется он из-за перепада температуры воздуха. Ведь, по данным синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплело до плюс 10 градусов. Закончится ли сезон туманов, непонятно. Ведь колебания температуры с плюса в минус и обратно, судя по прогнозам, ожидаются весь октябрь. Стабильное похолодание ожидают лишь в ноябре. От малого к старшему традиционный турнир по биатлону эстафеты поколений прошел в рамках открытого первенства Алтайского края. Соревнования проходят исключительно в Барнауле на биатлонном комплексе уже более 10 лет. Как на этот раз отстрелялись и отбегали биатлонисты, расскажем далее. Продолжение следует... Среди них есть и настоящие легенды. Иван Лыжин, чемпион мира среди ветеранов. Неоднократный победитель первенства России, Кубка России среди ветеранов. Сергей Рыбин будет принимать участие. Владимир Толмачев, это легенда алтайского биатлона. Победитель первенства мира среди ветеранов по лыжным гонкам. И этот список можно продолжать еще очень долго. Самое главное, что для юных биатлонистов есть с кого брать пример. В эстафете 7 этапов. Самые юные участники бегут 400 метров. Парни и девчонки постарше 800. Самые опытные биатлонисты 1200 метров. Преодолел свою дистанцию, отправляйся на огневой рубеж. В этом году мы именно на этих осенних стартах заявили еще одну категорию. Девочки и мальчики 9-10 лет. И это очень важно нам понимать, какое у нас молодое поколение и на что оно способно. И поэтому эти соревнования, собственно, приурочены именно, ну так если коротко сказать, звездочек выявлять. Начинающие биатлонисты стреляли из пневматики. Опытные спортсмены из мелкокалиберного оружия. Независимо от возраста, за каждый промах на рубеже штрафной круг. И тяжело так же абсолютно всем. Сложновато было, сложно было бежать. Надо было выбрать правильный темп, держаться за лидерами. Если для юных спортсменов гонка по колени – это в каком-то роде знакомство с биатлоном, то для старших коллег проверить свои силы. А также верить в участника своей команды до последнего. Что касаемо соперничества, то данные соревнования и как раз интересны тем, что ты не знаешь весь уровень твоих соперников, потому что ребятишек мы мало, как бы маленьких. Некоторые только пришли. Дети, они нестабильные, допускают ошибки. И кто будет впереди, это порой даже неизвестно никому. Самые меткие и быстрые получили заслуженные награды. И организаторы турнира уже приметили новых звездочек алтайского биатлона. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова